Всем привет, друзья! С вами VJDream, погнали! Так, ну что, ребята, в общем, игрулечка мне вроде более-менее зашла, поэтому я решил таки посмотреть, что будет далее, потому что мы только дошли до сохранения, и не посмотреть, что будет дальше после сохранения, было бы кощунством. Здесь можно выбирать оружие, смотреть и делать прочие приколы. Я во всем этом не разобрался, есть какой-то комплект, в общем, короче, ничего этого не знаю, ни в чем я там не разбирался, естественно, без записи я не играл, ничего не смотрел, ничего себе не спойлерил. Итак, задания выполнены и все такое, да? Да? Гляфы были уничтожены, и мы проложили путь на территорию врага. Теперь мы можем... 9С? Да. Спасибо. За то, что загрузил мои данные в бункер. Это я сделал? Извини, я совсем не помню. Там внизу много чего произошло, вы знали? Возможно, мне хватило времени только на то, чтобы скопировать ваши данные, и мы же остались нетронутыми только до момента нашей встречи. Понятно. А, ну ясно, он сознание перекопировал. Слава человечеству. Слава человечеству. Я так понимаю, что это андроиды, но они раньше были людьми, а она нифига не помнит, точнее, он нифига не помнит, а её мысли остались, такие, как были. Игра использует онлайн-функцию для обмена сообщениями. Подключиться к сети можно изменить из системного... Ну, пока не надо, ладно. А потом с онлайном разберусь. Это самое. Вопрос такой... Да, сохранить. Определённо. Сохранение в этой игре нужно использовать всегда и везде, какие только, блин, тебе дают. Короче, ясно. Её сознание перекопировали, её заново создали, и она как бы человеком раньше являлась, я так понял, но сейчас она уже является роботом. В общем, как-то так вот всё запутано. 50-12... Пять тысяч девнадцатых годов нашей эры. Год, в котором славная история человечества внезапно подошла к концу, когда наш мир подвергся вторжению пришельцев с других звёзд. Пришельцы поступили в ход... Пустили в ход оружия нового поколения, машины, которые почти уничтожили человеческую цивилизацию. Теперь многие, кому посчастливилось выжить, сбежали с Земли в поисках убежища на Луне. 5204 год до нашей эры. Человечество провело контратаку, разместив армию андроидов через сеть орбитальных баз. Но даже после дюжины крупномасштабных атак нам всё ещё не удалось победить захватчиков. Вот почему вы, подразделение Йорха, существуете. Чтобы, наконец, сдвинуть ход битвы с мёртвой точки. Вы – наше сильнейшее оружие, и вы должны положить конец этой войне. Понятно, сэр. Я желаю вам успехов в битве. Слава человечеству! Слава человечеству! Странно, что у них одни девушки. Слава человечеству! Интересно, с чем это связано. В основном, заметили, да? В основном одни девушки. Так, ну что? 2Б. Слушайте меня, я приступаю к процессу вашего чего-то там. Во-первых, вам нужно... Господи, я не успел. Слишком быстро. Слишком, мать его, быстро. Теперь идёт запись просто постоянно. И вы не поверите, мне нравится видеть эту надпись. Запись, сохранение. Я обожаю в этой игре такие вещи. Потому что это, блин... Так, вы знаете, как настроить яркость? Я думаю, нужно пройти... Найти устройство ввода. Ну, понятно. Её якобы заново создали. И теперь её заново калибруют. Та наша предыдущая копия, за которую мы играли, улетела нахер. Сделала самоубийство. Самоубийство, мать твою, с помощью этого кубика. Так, братишка. Что мне надо сделать? Нажать что-то, да? Сделать что-что-что, да? Понял. Настраивайте до тех пор, пока не будет видеть иконку справа. Я вижу иконку справа. Нормально. Хорошо, хорошо, хорошо. Да нет, погоди. Мне... Окей, ладно, хорошо. Так я же уже настраиваю яркость. В чём прикол-то? Господи, ребята. Пожалуйста. Я же нажал все кнопки. Вот, яркость. Что нужно нажать, чтобы... Во, господи. Отвратительно мне. Можно я её перенастрою? Хорошо, сойдёт. Замечательно мне. Я передумал. Всё не так уж... Он надо мной издевается. Серьёзно? Как вам? Хорошо. Замечательно. Отлично. Это лучшая яркость, которую я когда-либо видел. Мне стоило сообщить вам, что весь процесс записывается на будущее. Ну да, я знаю. Я лично это записываю. О, господи. Ясно, ребят. Я, наверное, сделаю небольшую паузу. Я не знал, что всё это произойдёт. Это такой бред. Игра вначале нихера не давала дать настройки никакие. А теперь это идёт здесь, как часть обучения. Зачем? Ладно. Господи, боже мой. Это, конечно, сделано оригинально. Только зачем реально делать это таким вот странным макаром? Я пока не очень понял. У нашей девушки таки есть глаза. 9С. Командор назначил меня ответственным за ваше техобслуживание. Это значит, что с этого момента я буду проводить ваши регулярные проверки. Ммм, вдвоём наедине? Понятно. Не волнуйтесь, мы модели 9С знатыки своего дела, знаешь ли. Да я не сомневаюсь. Хотя, полагаю, скромностью мы не отличаемся. Так, слушай, братиш. 9С. Что такое? Перестань звать меня мэм. Заебал. Я понимаю, что она, конечно же, незачем столь формальным быть. Я понимаю, что она, конечно, седая, как бабушка, которая впистила семечки на скамеечке, сидит такая, вокруг одни шлёхи ходит. Но, тем не менее, прекрати. Братиш, я всё понимаю, я хочу... О, сохранение доступно. Я хочу пойти посмотреть, что и как у нас тут вообще происходит и так далее. Болтавня, конечно, штука хорошая, но надоедает. Сейчас верну. Так, я там просто сделал настройку экрана всё-таки под себя. Не то, как требовалось мне это долбанное учение. Для сохранения своих данных держите в этой зоне. Терминаль отображается на миникарте. Не забывайте сохраняться. Знаешь, только что сохранился. Вы получили письмо. Фига себе. Подожди, этот чувак теперь за мной, что ли, бегает? А, братиш, чё, серьёзно, что ли? Это типа... Да, что случилось? Да, я без понятия. Выберите стиль боя. Сбалансированный ближний бой, дальний бой. Агрессивный, осторожный, пассивный. Не менять. Давай сбалансированный. Это, я так понимаю, мы им управляем, да? Окей, вот это да. Терминал почтового ящика. Выберите входящий в терминалы, чтобы проверить свою почту. Хорошо. Это сообщение предназначено для подтверждения вашей учётной записи члена Йорха. Бла-бла-бла. А круто, кстати. Хорошо, понял. Понял. Я так понимаю, что это одно и то же, да? Вот, наконец-таки, здесь уже появляется что-то типа с элементами РПГ. То, чего, по идее, я ждал от этой игры, но то, чего до этого я не видел в этой игре. А то, что тут всё такое странное, тёмное, это так надо? Всё проходит гладко. Нет никаких признаков, что кто-то заметил. А чё заметил-то? Какие-то проблемы? Убирайся пока. Нихера себе не повредила твою личико. Слышь! Ты, белобрызка, я тебе сейчас сам с твою личико... Блин, нихера нагло, коза. Личико, блядь, она мне повредит. Ну-ну. Пизда, Ивановна, блин. Так, погоди, ща я тебя нагажу, сволочь. Ладно, походу, так не получится. Среднее восстановление. Да, что-то случилось. Да нет, я случайно. Да блин, нет. Какого? Понял. Короче, так проще. Слушай, ты тут, походу, главная. Дай-ка я с тобой поговорю. Она чё, голая, что ли? А, да-да-да. Черные ящики, вся их победа над врагом, смело, нарискованно. Постарайтесь не быть столь безрассудными в следующий раз. Она реально голая, походу. Да-да-да, следующая миссия. Хорошо, 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 хорошо. Андерстуд. Полностью Андерстуд. Так я ещё и кулаками могу драться. Ух ты ж, блин, система-то, ребята, она, оказывается, гораздо более глубокая, чем я до этого о ней думал, скажем так. И все девчонки здесь выглядят довольно, я должен сказать, симпатично. Ладно, хорошо. Как мне, собственно говоря... Да, спасибо большое, я великолепно проявил себя в битве на днях, лучше, чем вы все тут вместе взяты. Я просто топчик, я крут. Я отец, все это прекрасно понимают, узнают. И, конечно, спасибо, что вы лично раз это повторяете. Так, погодите. Пиздюша-то. Куда мне идти? Малой, давай за мной. А, погоди, на карте вот эта вот красная хрень, это не то, куда мне надо? Да, наверное, меня отправят в полётный модуль, почему бы и нет. Так, чувак. Чувиха. Я никогда не устаю от содержания земли. Окей, это божественно. Эта информация мне очень помогла, но пойди мне сюда. На карте вроде бы всё понятно, более-менее, где что находится. Сейчас мы идём в полётный модуль на новую миссию. Где-то тут ещё можно переодеваться, менять оружие, комплекты и так далее. Всё это есть у нас здесь, только как... Где, кстати говоря, наш... А, ну да, большой же меч у нас был, но он уничтожился, когда мы взорвались. Точняк, точняк, точняк. Так, все предметы, восстанавливающие предметы. Вот здесь, наверное, можно лечиться. А здесь есть, интересно, какой-то там... Это что такое? Угу. Нихрена не понял, ну ладно. Здесь есть какая-то кнопка, которая хилит, типа аптечки, ну как это, быстрого слота. Мы стали белого цвета, а как мы помним, это означает, что наша девочка стала командиром. Её подняли с колен. Где-то это я уже видел, у меня дежавю. Эй, 2Б, как ты думаешь, почему нас... Мы сделали боевый модуль вроде тебя, если мы им нужны... Если им нужны только данные. Приказ есть приказ. Хорошо, хорошо. Эээ... То есть каждая миссия будет начинаться с подобной вещи, да? Типа стареньких игр в Дэнзи. Да, давайте с этого момента у тебя установлено новое вооружение. Я подготовил обучение для вас. Постарайтесь хорошенько их заполнить в зоопракет. Уууу, хорошо. Великолепно, мне это нравится. Ну, я могу сказать, что, как я уже говорил, выглядит-то всё в принципе красиво, но своеобразно потому что реально своеобразно неплохо но своеобразно так у нас уже тем не менее пятый уровень я не знаю хорошо это или плохо но кач идет и наверное тихо 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 давай-ка мы в тебя ракет повыпускаем в принципе здесь сейчас я могу уже позволить себе более-менее подыхать но я конечно же не буду этого делать ясное дело но я к тому что даже если здесь я подохну то я хотя бы не начну все самого начала в очередной раз бункер вызывает 2b установила точку высадки для ваших модулей к сожалению высадка пройдет вдалеке от лагеря сопротивления извините за неудобства нет я тебя ни за что никогда не прощу ты сучка мне еще за это отомстишь все из-за тебя из-за тебя я сейчас буду страдать ты в этом виноват сраный оператор как телефонный оператор который вечно название вот и пиздят по телефону купите такую это херню этот пакет пишет так заебали ну да девочки тут одеты у них знаете у них моду солдат очень офигенная потому что у них в основном девчонки с очень классной внешностью и шмотками и фигуркой так ладно тем не менее пока этот пиздел 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 мы куда-то с вами до ехали долетели он сейчас ничего не получится получится блять получится суп ну ладно не получается так ладно а может это получится ладно не получится так не получится господи и чё я хочу побить именно с кулака мне интересно посмотреть как наша главная героиня дерется непосредственно в рукопашном бою потому что мы этого еще не видели с вами с мечей то мы уже дрались а вот в рукопашечку ща кому-то по лицу надою чистый постапокалипсис круто вообще-то ну я люблю игры постапокалипсиса лайк ребят кто любит игры постапокалипсиса это реально круто и постапокалипсис он действительно завораживает все эти разрушенные города и все прочее это очень круто мини карта мини карта позволяет показывает территорию вокруг вашей текущей позиции ну спасибо это я понял а я все думал что ж блять делает мини карта оказывается оказывается все смотрят на задницу нашей главной героини или только я оказывается она показывает территорию вокруг нас ёб твою мать кто ж мог подумать то нашего этого чувачка тоже есть робот и ребята знаете мне как-то так если тут будет большой открытый мир где я смогу делать абсолютно все что мне заблагорассудиться и выживать убивая всяких пиздюков то эта игра поднимется в моих глазах причем я думаю даже так на несколько пунктиков поднимется в моих глазах потому что подобные игры где выживать надо в больших вот таких вот местах мне нравится в разрушенном городе в постапокалипсис чувак ты же за мной идешь да нормально все лично а не ну вообще как бы знаете ну так сейчас вот без прикола если сказать то мне нравится я понятия не имею хорошо ли я делаю то что я убиваю этого лося но мне просто надо посмотреть если я его убью что произойдет я смогу получить с него какие-то ресурсы шкура животного это прям far cry ребят вот это блин это реально интересно так ребята робота тихо 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 я вижу там на карте какое-то красное обозначение это что-то типа какого-то терминал роботов и а для него убивают да 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 сбой вызван соперниками находящимися вокруг терминала нет тут больше никаких соперников все в порядке убила их уже всех открытая информация карты быстрое сохранение да 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 мне вот это очень нужно прямо необходимо блин ну понятно все работа являются враждебными но мы гораздо злее чем они я знаю что там карта я вижу куда нам надо но ребята посмотрите слушайте так это же круто графончик конечно консоль графончик конечно консоль ничего сказать не могу все о чем мы сюда пройти не можем серьезно да ладно такая худенькая красивенькая симпатичная девчонка не может сюда просунуться серьезно время хочу на shift нажать что бежать графончик конечно консоль потому что это все очень замылено очень странно я не знаю на видео это видно я так посмотрел лучше чем она выглядит на мониторе наверное потому что видео само по себе чуть сглаженнее но хрен с ним сама игра сам геймплей в принципе очень неплохо мне реально понравилось то что открытый мир вот мы уже видим рпг мы собираем разные ресурсы чтобы что-либо крафтить развивать и тому подобное только крафтить я нихрена не умею наверное это надо делать где-то в каком-то определенном месте восстанавливающие предметы материалы ключевые предметы все предметы оружие программа бота установка чипов я вообще не знаю что это значит ладно пока так от не буду потому что мало ли сейчас так понатыкаю что потом хер исправлю не хотелось бы на самом деле но мы немножечко узнали про историю те кто не знал ничего про эту игру как и я в общем то это игра там многих серий это какая-то из серии подобных игр то есть это не первая первая такая но не первая во всей серии мы узнали что в общем роботы поработили землю сделали тут апокалипсис мы оплот человечество благодаря которому она может выжить мы оружие оружие в руках человечества чтобы всем остальным было хорошо такие вот маленькие симпатичные лоли девочки которые бегают в таких вот няшных маленьких труселях которых практически не видно является андроидами показывают эти труселя всем под юбкой которая практически ничего не скрывает классная форма экипировка у солдат да ребят правда лайк за такую экипировку так ну что я так понимаю это магазины все тому подобное здесь мы можем что-то покупать а именно только с командиром надо поговорить а можно я пожалуйста прошу мне только с командиром по базаре а куплю что-то ты же номер два сам то номер два номер один во всем и всегда поступило сообщение с блогера о том что вы прибудете меня зовут анимона я лидер сопротивления андроидов вы должно быть новобранцы разведчики я уверена у моих подчиненных есть масса информации для вас не стесняйтесь спрашивайте о чем угодно спасибо вы должно быть то есть ты сейчас меня узнала то что тебя 5 секунд назад подходил уважения не было никакого будила ты сраной с нижнего тагила давай 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 показываем не свое оружие давай 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 понял выглядит сломано все верно верно скажу вам что я неплохо разбираюсь так хорошо помочь ему пусть он разбирается со своими проблемами давай пока сам разбирайся ну и печалька что я могу сказать братишь печалька я хочу просто а то есть него необходимо что ли помочь до суплайс этот торгует припасами вы торговать припасами да уже заметил что у нас тут есть давайте посмотрим что мы можем у него купить малое восстановление стоит 100 г а у нас сколько г у нас 10000 г мы очень много г с собой таскаем поэтому видимо мы очень богаты у кого больше г в этом мире тот больше всего богат среднее восстановление урон в ближнем бою плюс м ням 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 атака бота атака ближний бы наносит 2 на урон течение 15 секунд а то есть это как типа алхим кай понял защита в ближнем бою приманка для животных мешочек сумка испускающая запах понятно так а что мы можем продать как восстановление заюзать вообще объясните пожалуйста медная руда ржавая блин а я не знаю что из этого всего я вообще хрен его знает давайте пока ничего продавать не буду потому что я просто не знаю что надо что не надо вы продаются сменные чипы вы имеете ввиду те которые штучки дрюшки которые дают усиление вашим телам к сожалению нет я бы с удовольствием продавал их но у меня нет нужного сырья для их создания но если вдруг случится так что у меня появится сырье я бы мог торговать а до той поры понятно то есть грубо говоря он продает импланты если мы поможем ему с имплантами то он станет нам их продавать я уверен что если вы уничтожите да понятно господи хорошо хорошо тебе помогу потому что импланты штука интересная я понял я понял прогресс побочных заданий ваше дополнительное задание было добавлено вы можете проверить ясно ну что же давайте к делу чем я могу вам помочь а я там не имеют часом то что тебе надо нет на нихрена не имею короче да я понял понял братиш отпусти меня уже господи что-то такой пролипучий то сволочек магазин всяких разных товаров спросить совета давай спросим хотите совет тела андроидов улучшения ботов приобретение дополнительных ботов оружие раскачивания писясту до хрена всего это просто тела которые принадлежат андроидом йорха есть два способа улучшить их очки опыта или чипы все знают что такое чипы опыта поэтому я не собираюсь тратить ваше время на долгие объяснения чипы предметы которые улучшают тела они имеют различные функции но это понятно однако мы понимаем что этот процесс может быть чуточку сложновато мы не хотим чтобы вы отказались от него поэтому я не могу также порекомендовать понятно 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 которые да почему нет хотите сделать упор на баланс атака защита неважно на атаку поняла я произведу вашу настройку прямо сейчас хорошо настройка завершена хотите совета улучшение ботов оружие давай последний так хорошо 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 нажмите п вы можете экипировать два различных комплекта с разным оружием поэтому попробуйте несколько комбинаций чтобы найти подходящие вы также можете прочесть комплект оружия с помощью кнопки делит хочу поближе кнопки не было раскачивание улучшения ботов вот единица тактического но это понятно эта фигня которая летает рядом с нами хорошо хорошо ну понятно примерно то же самое как и собственно говоря у нашей девочки давай посмотрим что ты продаешь купить улучшить боты объединить продать купить вау вау смотрите между прочим мы можем это купить так то мы можем это купить смотрите клинок раскручивает на большой скорости бота вокруг игрока копье накапливает заряд и выпускает ряд с протоносной копией в четыре стороны ух ты блин слушайте а вообще круто все выглядит на самом то деле плюс 8 к меткости вместимости бля здорово ну реально здорово так первый уровень бота вот так у вас недостаточно материалов почему у меня тут надо именно чем а о семена нужны бля семена нужны я как бабушка считая бабушка мы играем за седую бабушку но у нас нет семечек блин вы можете объединить этот чип потому что у вас нет чипов с такими же способностями ясно то есть мы объединяем два одинаковых чипа и получаем еще более крутую прибавку ну понятно не на вообще круто вообще интересно неплохо необычно ну что ребята в общем на данный момент давайте-ка мы с вами закончим посмотрим следующей серии что и как из себя эта игра представляет чуть глубже мне понравилось то что я сейчас увидел я не знаю буду ли я ее проходить или нет честно вам скажу я пока что без понятия поэтому если что сильно не обижаемся но зато мы глянули что она из себя представляет все ребята всем удачки всем счастливо надеюсь вам понравилось покедова до скорой встречи удачи с вами был я виджей dream увидимся доказано подписка на данный канал увеличивают ваш весос в десятки раз до скорой встречи